Всем привет, мои хорошие! Начинаем сегодня с вот такого хаоса наш влог. А что это всё значит, я сейчас вам немного объясню. Как я говорила буквально недавно, мне нужно навести порядок, потому что уже как-то пропало понимание, что где находится, зачем, почему и что вообще здесь есть у меня. Особенно это касается одежды, вещей и прочих вот таких вот нужных ежедневно мне штук. Поэтому я решила, что сегодня наведу порядок и в первую очередь я решила заполнить вот этот шкаф, видите, да? Вот те верхние полки той одежды, которая мне нужна, но надеваю не каждый день. То есть, чтобы это было всё на глазах и я понимала, что это у меня и хочу ли я это надеть. Потому что когда в закрытом шкафу я вообще забываю о 80% своей одежды и ношу там вот несколько позиций и всё. А смысл тогда того, что я это сюда привозила. Но главное не это, а то, какой сейчас хаос. Просто это, это хаос. Я не знаю, как у вас. А вот у меня, например, порядок рождается именно из хаоса. То есть сначала выглядит всё примерно вот так. Это ещё, кстати, даже культурно. Обычно я могу просто вытащить всё, не знаю, на кровать, на диван. Это всё выглядит просто кучей чего-то. И потом из этой кучи хаоса что-то прекрасное получается. То есть вот на сегодняшний, на данный момент это всё выглядит таким образом. Буду разбирать полностью вот этот шкаф. И, в общем-то, что-то куда-то перекладывать. Короче, вообще, в общем, есть чем мне сегодня позаниматься. Вот что я вам хочу сказать. Ну что же, я продолжаю этот беспредел. А вам буду показывать уже итоги, вероятнее всего. Желаю приятного просмотра. Ой, девчули, разгром в процессе вообще. В самом его страшном отрезке. Значит, смотрите, сейчас как раз я убираю обувь вот эту тёплую. Буквально недавно мы с вами были в иконике, когда по распродажам гуляли. Помните, я говорила вам про кроссовки? Там сейчас такие есть, только в чёрном цвете. И немного короче сама вот эта верхняя часть. То есть там нет отворота, там просто прямо. Вот они, смотрите. Я их покупала, наверное, два сезона назад, может быть. Мне кажется, что где-то так. Они вообще в великолепном состоянии. Хотя я их надевала, я в них много ходила, гуляла. Ну, как бы они прям и морозы выдержали. Всё, у них классный мех внутри. То есть, ну, как бы, как вот здесь сверху, такое внутри они тёпленькие и безумно удобные. Так что, если вам такая обувь актуальна, то присмотритесь в иконике к таким кедам. Правда, я видела только в чёрном цвете. И они стоят сейчас дешевле, чем я их покупала пару сезонов назад. То есть я брала их, я не помню, или за 12, или за 13. А сейчас они стоят 9. Ну, вообще. Так что, вот, девочки, решила вам сказать. Пока сейчас как раз убираю. Вдруг вам актуален будет данный отзыв. Ну что, девчули, появлюсь вам в кадре, потому что как-то я сегодня упустила этот момент. На самом деле у меня побаливает горло. Я, видимо, немножко так как простудилась, что ли, не знаю. И голова с утра очень сильно болела. Поэтому я даже никуда из дома не выходила. Занималась только наведением порядка. И сейчас я вам покажу, что у меня получилось в результате. Почему и зачем я сделала именно так, как сделала. И ещё я всё-таки добралась до орхидей. Вообще в планах было просто выбросить орхидей. Давайте я сейчас переверну камеру и расскажу вам. Эти девочки. Помните, была орхидея, которая у меня погибла. Мы с вами там всё думали, что с ней делать. И вы мне написали, что если есть хотя бы один живой корешочек, то нужно её поливать, ухаживать за ней. Может быть, она даст детку. Ну что я решила? Как раз у меня стаканчик от семечка освободился. И я думаю, если корешок хоть какой-то живой, пусть будет. Я прям хорошо-хорошо эти, ну вот это вот деревяшки эти, как они называются, правильно, не знаю, пропитала водой. Лишнюю влагу слила. В общем, здесь очень влажно. И поставила вот на это окно. Тоже многие из вас мне писали. Танюша, попробуй, может быть, действительно поставишь на окошко в кухне. Ну, я так и сделала. Пока посмотрю, будет ли мне удобно. Потому что здесь у меня всё-таки стояли шипучие всякие вещи, типа кофе, сахар, соль. Но мне хочется, чтобы цветочки тоже пришли в себя. И поэтому я оставлю, пока их здесь стоять. Я их почистила, девочки. Я убрала все корни, которые были, ну, уже всё, скажем так, мёртвые, высохшие. Я их все-все-все убрала. Я убрала цветонос, потому что, ну, уже решила делать так делать. Посмотрим, если у них хватит сил, то, может быть, они дадут новые корни, а, может быть, новые листики, а, может быть, цветоносы. В общем, всё. Трогать их не буду. Вот пусть здесь стоят. В принципе, мне не мешают. И сейчас ещё одно покажу. Так, и вот здесь таким вот образом. Это у меня от Faberlic ароматизатор пришёл. Попозже вам о нём расскажу. Вероятно, в следующем видео об этом поговорим. Колонка моя, работа. В общем, как вы понимаете, всё штатно. Вот она, другая орхидея, которая цвела. Здесь я цветонос убирать не планировала. Блин, я говорю, и горло больно представляете. Надо лекарство принять. Здесь я цветонос убирать не планировала. Вот он был, потому что он был с хорошими цветочками. Они даже не собирались засыхать. Всё было нормально. Но в процессе обрезки корней, пока я её чистила, я нагломила цветоносы. Ясное дело, что уже как бы, ну, всё, пришлось его обрезать. И у этой орхидейки тоже. Но пусть, я думаю, что это наоборот пойдёт ей на пользу. Поставила также сюда вниз, поближе к окошку. Ну, посмотрим, как дальше у них будут дела. Кактус тут у меня с деткой. Тоже он у меня сегодня искупался. И, в общем-то, вот таким образом пока что возле окошка это всё будет находиться. Буду открывать окно побольше. Ну, вы понимаете, да, о чём я говорю? Я говорю о портьерах. Буду их открывать посильнее, чтобы им сюда хорошо попадал свет. Вот. Что касается моей уборки. Так, ну, сейчас я, наверное, здесь свет включу. Тут ещё огромное количество мусора, который мне нужно вынести в пакетах. В общем, что, смотрите. Большую часть одежды, которая была вот в том шкафу, да, я перебрала. Кое-что я увезу. И вот, таким вот образом я здесь всё распределила. То есть я вижу, да, что за вещь. Я помню. И я понимаю, хочу, не хочу сейчас надеть. И это очень-очень для меня удобный вариант. И ничего не мешает. И плюс сверху особо ничего не пылится. Дальше. Ну, здесь верхняя одежда. И кое-что из поглаженного. Ну, опять-таки, немного внизу, как вы понимаете. Ну, вот, разная всякая там у меня в контейнерах. И пряжа в том числе. И какие-то сумки спортивные. И обувь. Ну, вот. Обуви, конечно, мама дорогая сколько. Ну, как-то вот распределила. Ну, вот таким образом. Осталось только унести пакеты в машину. И все. Еще, конечно, много вещей я пересортировала, постирала. Нужно будет их тоже потом распределять. Вот. А здесь я решила, опять же, на виду поставить свои сумки. Чтобы я понимала, что у меня есть. Потому что, знаете, как-то забывается. Все время с одной ходишь. Или, как я, в последнее время вообще не с одной. То есть просто тупо с телефоном и помада с паспортом в кармане. Вот. Так что, таким вот образом я решила сделать, девочки. На кухне все без изменений. Кроме того, что появились на окне орхидеи. Одна из которых выживет, не выживет, непонятно. Вот. И здесь я поставила разнос. Вместо впитывающего коврика из фикса. Ну, посмотрим. Если не так будет удобно, то, в общем-то, и хорошо. Все. Наверху вообще ничего не меняла. Кроме того, что просто прибралась. Вот и все. Так, в принципе, ничего нового там не случилось. Ну и все. Девочки. Вот так все и выглядит. Особо ничего не поменялось. Что вам показать, может быть, да. Здесь у меня колготки, носочки, всякое такое. Здесь, как вы понимаете, вы понимаете. Тут у меня домашняя и спортивная одежда. Такая, которая нужна. Ну и здесь полотенце, халат. Вот такое. Так что, вот такие пока что у меня, девчонки, дела. Пойду я, наверное, знаете что, приму лекарства от горла. Потому что дело это очень-очень неприятное. С вами на этот момент я, наверное, попрощаюсь, девочки. Благодарю вас за внимание. Если хотите, пишите какие-нибудь советы по поводу уборки и хранения вещей. Это всегда полезно. Вот. Может быть, у вас какие-то есть определенные фишечки, о которых всем стоит знать. Так что, тогда делитесь. Все, мои крошки. Я вас люблю. Целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok